В Кировске стоялось открытое заседание общественного совета. Инициатива горожан по его проведению в таком формате была поддержана властями. В итоге получился конструктивный диалог, в ходе которого кировчане подняли множество актуальных тем и услышали ответы на интересующие вопросы из первых уст. Основная тема заседания – мультифестиваль «Полярный день». Проведение его в Хибинах и программа, которая включает десятки разноплановых, спортивных, культурных, ремесленных, творческих, музыкальных и даже официальных, нацеленных на привлечение потенциальных инвесторов мероприятий. Большинство станут традицией города Кировска. И подчеркну, что город у нас курортный, город интересный, и он открыт для туристов не только в зимнее время, когда много вернолыжников сюда приезжает, но и открыт для туристов и в летний период времени. Речь шла и о сопутствующих организациях фестиваля нюансах. Например, о цивилизованном подходе к нестационарным торговым точкам, которые разворачиваются на массовых городских мероприятиях и далеко не всегда радуют внешним видом. На этот раз они будут сосредоточены на курортном бульваре, в который на время превратится центральная городская лестница. В «Полярный день» российские мастера вырежут деревянные скульптуры. Они достанутся городу на память о фестивале. Вторая часть открытого заседания общественного совета прошла в формате диалога руководителей города с его жителями. Вопросы самые разнообразные, начиная от личных бытовых и до общегородских с перспективой развития. У меня такой вопросик. Должна ли полотенцесушитель греть у нас в летний период? Почему-то у нас город разделился. Конрикло обогревается, Олимпийское обогревается. Я проживаю на юбилей на шесть. Звоню аварийку. Мне говорят, что у нас полотенцесушитель относится к приборам отопления. Поэтому мы заявочку вашу не возьмем, и вы будете все лето сидеть без обогрева. Технологически разная схема подключения полотенцесушителей. Вы абсолютно правильно говорите, где-то они подключены. Каждый год у нас они греют. У нас старые, но у нас уже это давно. Вы тогда скажите, какой адрес разберем? Юбилейная жизнь. Снова подняты вопросы ливневок дорожного ремонта, ликвидации железных контейнеров для сбора мусора, которые также не украшают город. Организации в курортном Кировске общественных туалетов, в том числе и в черте городского парта, звучали и куда более острые темы для горожан. Скажите, пожалуйста, возможен ли расчет за отопление об этом факту, а не будет среди норматива со следующего года? Возможно. Мы с такой инициативой выступили. С предложением перевести Кировск на прямые расчеты помесячно. Со следующего года мы можем ожидать... Но если нашу инициативу поддержат на региональном уровне, то будет. Еще одна волнующая многих кировчан тема – реконструкция кинотеатра «Большевик». Начало реконструкции – это 2019 год. Если они не успеют, то 2020 год. Период реконструкции – два года. Соответственно, мы рассчитываем либо в 2020, либо в 2021 году открыть кинотеатр. Ну и помимо кинотеатра там еще много чего интересного будет как для жителей города, так и для туристов. Замечательные встречи и очень эффективные, потому что сразу по предложениям принимаются администрации и Вадим Викторовичам все меры. Я ни одного замечания не помню, чтобы оно не было выполнено. Либо, по крайней мере, не намечен план по выполнению. Для руководителей города такие встречи – это возможность в прямом диалоге выявить проблемы, получить обратную связь и оценить настрой горожан на взаимодействии. Мы стараемся общаться регулярно, демонстрируем полную открытость власти. Мне кажется, это очень правильный подход, потому что это в диалоге с жителями, в стремлении решать вопросы, не накапливая их, как раз и есть залог эффективной муниципальной власти, которая, что называется, на передовой и в непосредственном контакте с жителями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова